я приветствую вас уважаемые телезрители в главной студии телекомпании от рар мы говорим о том как живет шимкент и туркестанская область но и целом казахстан во время пандемии коронавируса и сегодняшний наш эфир посвящен туризму шимкента и конечно же туркестанской области как говорится как говорят известные люди если прожить счастливой жизни то прожить ее нужно у нас шимкенте вот такая вот есть шутка и сегодня у нас в гостях улжа шантаев он же руководитель управления туризма по городу шимкент ужас приветствую вас спасибо что пришли и скажите пожалуйста вот в реальности вот к это вернуться к этой шутке если прожить жизнь шимкенте то жизнь счастлива шумитов только в шимкенте а туристам туристам естественно нужно можно и нужно приезжать наш город проводить здесь хороший период получать позитивные эмоции не только друзьями но и семьей потому что в городе выстроена соответствующая инфраструктура для отдыха для всех слоев населения для взрослых для детей у нас порядка семи музеев том числе и областных городских есть и частные музеи и галереи то есть в целом это можно сказать для детей и молодежи это хороший для любого возраста да в том числе у нас есть специальные туры для взрослого поколения у нас в городе расположен самый крупный центральной азии дендропарк вы знаете это прям гордость наших горожан и естественно каждый кто приезжает шимкент обязательно посещает наш дендропарк да я напоминаю уважаемые телезрители вы можете звонить к нам в студию 21 44 50 номер телефона вы видите на экранах своих телевизоров а также мы сейчас вещаем в прямом эфире на нашем официальном аккаунте в инстаграм туда тоже можете в комментариях писать свои сообщения мы обязательно адресуем их нашему спикеру самый главный вопрос на сегодняшний день когда закончится реконструкция цитадели шимкентской я говорил об этом казахской части программы сейчас хочу повторить что по проекту по по запланированному проекту еще в прошлом году сдача срок сдачи объекта является конец 2020 года так но могу сказать с уверенностью что работы идут на опережение уже многие вещи выстроены основные строительные работы практически завершаются идет благоустройство территории для туристов для горожан чтобы вот эта вся инфраструктура работала на на общее благо я надеюсь что до конца года мой папа графику откроется официальное открытие запланированы мы проведем что там будет цитадель во-первых она состоит из нескольких объектов в том числе и объекты городской жизни то есть археология отдельно закончена археология законсервирована археологии не законсервирована археологии есть там восстановленные стены восстановлены хаос и основной цитадель это как бы резиденция главное защитное сооружение и там сейчас будет размещен музей именно тех артефактов которые были найдены именно на нашем старом городище то есть уже концу года можно будет это все лицезреть да и на каком этапе сейчас реконструкция сейчас уже процесс уже только к завершению сейчас вопросы реконструкции уже консервации вопросы уже завершены конечно археологические работы будут продолжаться мы даже планируем с институтом археологии имени марвеллана совместно проводить создавать археологические туры будущем году в прошлом вы знаете 2018 году к нам 19 году у нас в области на территории историческое городище от рад приезжали студенты университетского колледжа лондона ежегодно они приезжают к нам они хотят приезжать проводить археологические раскопки жить у нас городе то есть получать эмоции и так далее то есть есть специальная программа с ними поработать не только сама цитадель будет выполнять роль для посетителей но она еще будет выполнять роль для археологов для заинтересованных людей которые хотят участвовать и почувствовать историю своими руками да конечно вот шимкенск славится своим гостеприиме не только истории да но и своим гостеприиме у нас и встречают горячо и провожают также и у нас и еда дешевая в кафе там да и достопримечательных мест много скажите пожалуйста вот нас сейчас смотрит и за пределами шимкент и туркестанской области зачем нужно ехать шимкент что можно здесь узнать что можно какие туры предусматривать например не ограничится ли поездка только шимкенту может еще в туркестан вы знаете я хочу сказать что шимкент и туркестанскую область вокруг шимкента расположены более 100 крупных археологических не только археологии историко-культурных памятников нашей страны многие из них находятся в республиканских списках том числе это про сайраны сейчас говорю я говорю про ах мечеть я говорю про сузак а пах и шан и так далее и так далее дома лавана байдбек би это все вокруг шимкента часов часовой полуторачасовой езде кроме этого два международных объекта это мавзолей ходжа ахмеда ясави которого занесем список всемирного культурного наследия юнеско плюс еще у нас природный резерват аксу-жабаглы один из самых древних старых старых один из первых заповедников казахстана который также включен во всемирный список юнеско и охраняется это международная организация кроме этого часовой езде у нас столица узбекистана ташкент и от шимкента можно мы так географически расположены разъехаться можно разъехаться но естественно почувствовать шимкентское гостеприимство получить гастрономическое удовольствие попробовать разные виды народного кухню народов нашего региона и плюс вот у нас с этого года открылся такой ресторан я не буду называть имя но хочу сказать что были восстановлены очень многие древние казахские рецепты и вот процессе разговора я узнал что кочевые народы как бы бытует мнение что кочевые народы только ели бешформак и ели мясо но оказывается этнографы доказывают что обратно и что кочевые народы использовали своей еде своей пищи и травы то есть хочу из места вместо они по дороге собирали травы использовали еще это детский рацион то есть я к тому что мы должны вот это все знать если вы хотите не только насладиться гостеприимством и гастрономической составляющей мне кажется вам нужно обязательно приехать шумкент познакомиться и с историей и насладиться погодой наши климатом теплым ну естественно получить и массу впечатлений в рамках наших парков развлечений и так далее я напоминаю уважаемые телезрители у нас в гостях улжа шантаев он же руководитель управления туризма по третьему мегаполису и говорим о том зачем нужно ехать в шумкент где здесь можно отдохнуть как можно отдохнуть она смотрит сейчас и зрители из других регионов страны и вот такой вот вопрос к нам приезжали устром вы устраивали тур управлять манты шумкента и приезжали туристы из разных смысле люди из разных регионов то что больше всего отметили они во первых я хочу сказать кратко рассказать что какая работа проводится по развитию внутреннего туризма у нас главный акцент внутренний туризм это мы хотим особо подчеркнуть поручение акима соответствующие то есть ориентировать наш акцент внутренний мы ведем работу вы знаете 6 новых дополнительных рейсов открыла авиакомпании флайерстар первые наукосты в казахстане они летают новые регионы караганда постана и усть-каменогорск павлодар трав и так далее чтобы привлечь туристов оттуда мы провели для туроператоров специальный пресс-тур специальный инфо-тур чтобы они посмотрели и ознакомились с нашими возможностями чтобы формировать конкретные качественные туристы мы естественно провели для них специальную битве сессию где они с нашим бизнесом шумкентским предпринимателем встречались договаривались они смотрели от хостелов топовых отелей до пятизвездочных отелей то есть они все это на себе испробовали пофотографировали подготовили сейчас буквально после нашего мероприятия где-то через два дня прошел большой воркшоп на тему как продавать шумкентский дистинамент как правильно его продавать как правильно проводить маркетинговую компанию это проводило в том числе крупнейший туроператор казахстана skyway компас и компания комплей сервис процессе еще будущем запланирована дальнейшая работа в и также можно улететь из шимкента в другом и также можно улететь из шимкента в другом другие до в другие города и регионы но желательно находиться здесь да и такой вот вопрос именно по отелям у нас ценовая политика во время пандемии не при не выросла ли она я могу сказать что у нас гостиничный бизнес очень адекватно оценивает все ограничительные меры в том числе у нас только в раб во время через у нас осталось и остановили работу а несколько гостиниц но они использовали эффективным на реновацию некоторые отели пользуясь возможностью они закрывались на реновацию то есть на определенный период и проводили ремонт косметический ремонт мы и после уже все работали гостиницу но не приостанавливали работу до 50 процентов им было по постановлению разрешено сейчас тоже и они вот эти все нормы санитарные нормы соблюдают а цена недорогая международным стандартам они это выполняют но цены у нас по сравнению если взять самый ближайший город к шимкенту это ташкент если сравнить цены у нас на порядок ниже цены допустим пятизвездочном сегменте если в ташкенте это 150 долларов в шимкенте это 80 практически двойная разница если сравнить с алматой то тоже самое практически у нас идет такая же ценовая политика в два раза дешевле чем в алмате так что у нас есть и топовые хостелы скажем так по меркам хостелов пятизвездочные хостелы да скажем кто можно группой с друзьями приехать спокойно недорого проживать да и в шимкент приезжать не только полезно но и выгодно так вот вы можете звонить к нам в студию 21 44 50 а также мы вещаем сейчас в прямом эфире на нашем официальном инстаграм канале и один из внимательных пользователей под ником ефремов пишет чтобы гость чуть-чуть погромче говорил вот и вот такой вот вопрос смотрите если сейчас человек приедет в шимкент может ли он здесь сту туроператоров найти такие путевки такие туры чтобы объездить вот все ваши перечисленные достопримечательные места которые вы сейчас сказали там например поехать в туркестан может ли он приехать сюда и и разместиться и покушать и съездить абсолютно может абсолютно точно он сможет это все весь спектр услуг он может получить от развлечения от туристических путевок до скажем лыжи то есть это спа-центр и так далее так далее для этого естественно у нас городе выстроена соответствующая инфраструктура мы говорили о том что мы делаем акцент на инфраструктуру у нас по городу расположен 7 информационных киосков которые предоставляют информацию на бесплатной основе для всех и в том числе информацию о наших туристических организаций туристических операторов и туристических агентствах которые работают по внутреннему туризму естественно можно получить контакты можно получить всю необходимую информацию можно получить там они расположены в аэропорту города шимкент на территории железнодорожного вокзала у нас они расположены на арбате парк независимости парк на уро стал она и центральный парк нашел то есть все кто приезжает шимкент могут обратиться в эти информационные киоски получить надлежащую информацию карту и спланировать свое путешествие уже по приезду в шимкент если они это не сделали у себя в городе если они не нашли информацию они могут сделать это прямо в шимкенте да и еще такой вот вопрос задают наши телезрители если места для отдыха на природе с рыбалкой имеется ввиду дикая природа куда можно поехать ну конечно рыбалка у нас это такой излюбленный вид отдыха не только кто к нам приезжает но и самих горожан мы любим рыбалку мы любим природу и вокруг шимкента расположены несколько крупных водоемов от бугунского водохранилища до скажем шардаринского кстати говоря есть легенда о том что бугунский бугунский сазан и подавался лучших ресторанах москвы это то есть есть такое мне кажется что это не легенда что это было в реальности то есть свое время в советское время это как бы бугунский сазан ценился именно своим вкусом качеством и она находится всего 40 километров 45 километрах от города шимкент 40 50 то есть это тоже как бы часть езды от города шимкент плюс у нас есть коммерческие объекты где можно порыбачить на форель можно носить сранчу у нас есть то у самоле у нас есть другие места в сторону тюлькубасского района в сторону сопротивлениях сузаба то есть рыбалка у нас вокруг города и внутри города всегда можно найти себе хорошее место и с хорошим клёвом в общем если вы решили не только отдохнуть но и порыбачить то не нужно ехать на какие-то моря или на реки приезжайте к нам шимкент и все будет вам предоставлено я напоминаю нас в гостях улжа шантаев руководитель управления туризма по городу шимкент мы в прямом эфире сейчас говорим о том зачем нужно ехать шимкент как отдыхать где отдыхать что покушать и что попробовать и еще хочу напомнить что номер прямо номер нашего телефона в прямом эфире 21 44 50 а также мы в инстаграме сейчас вещаем прямом эфире так минуточку и вопрос такой смотрите вообще про шимкент слагают большие легенды многие каких только нет но есть такой стереотип что в шимкенте например многие говорят вот у вас шимкенте все такие эмоциональные что так опасно что вы можете на этот счет конечно если взять экономический вот по пирамиде масло как у нас говорят самая базовая вещь в инфраструктуре это безопасность и вы знаете в городе ведутся большие работы по обеспечению безопасности не только горожан но и плюс приезжих то есть костей города это базовая инфраструктура это то что должно быть на как бы на высшем уровне и эта работа проводится я думаю что по поручению акима всех сотрудников акима там мы все работаем над тем чтобы первую очередь ставить вопрос безопасности во главу угла безопасность граждан я поговорю про санэпид нормы это тоже относится к вопросам безопасности я к тому что если мы видим конечно правонарушения у нас есть туристическая полиция то есть они пешие отряды сейчас 14 человек мы в связи с пандемией не стали увеличивать их количество но будущем я думаю что пост пандемический период мы их количество доведем до 21 человека которые будут патрулировать рассказывать правила поведения в общественных местах ну и соответственно соответствует советовать места посещения то есть всегда есть возможность к ним обратиться я не сейчас работают и потом тоже будут работать на один из регионов таких понятно расскажите пожалуйста есть ли у нас статистика во время пандемии много ли к нам приехала людей да у нас дыхать статистика у нас официально по данным комитета статистики министерства национальной экономики у нас в прошлом году было 2 порядка 240 тысяч в общем на этот год мы планируем 245 тысяч туристов в этом году конечно есть снижение потому что у нас второй квартал был практически остановлен не рейсов не не ждать сообщение автобусные никаких сообщений не было с городом из-за этого у нас немножко было снижение но мы ожидаем сейчас мы видим по третьему кварталу что практически во всех местах размещения идет большой наплыв люди приезжают не только в шимкент но и в свете возрождения города туркестан люди хотят поехать посмотреть и останавливаться в шимкенте естественно ну потому что шимкенте очень уже привычно во первых во вторых городе есть вся необходимая инфраструктура развлечений театры и так сейчас работает вчера буквально было примера гамлета у нас в русском романтическом театре и ну естественно зрители туда приходят соблюдая все санитарные нормы в масках и если во время пандемии хотелось бы еще узнать если к нам приедут ну группа туристов да что они должны знать а может есть какие-то ограничения по экскурсиям да есть естественно ограничение по экскурсиям мы эти все ограничения главного санитарного врача города шимкент мы и же как только они выходят мы рассылаем и все алгоритмы рассылаем нашим туристическим компаниям чтобы они из-за отсутствия информации не получили какой-то штраф или не пошли на нарушение самое важное что что они сейчас делают это экскурсии не более 15 человек в автобусе где 40 мест они размещаются 44 места они размещаются получается 2 человека они по одному человеку сейчас конечно это налагает нас особенно финансовую нагрузку на наши туристические компании но в то же время они относятся к этим мерам с пониманием так как безопасность и здоровье граждан всегда были в приоритете всех практически то есть все это понимает и все стремятся сделать так чтобы граждане были первую через здорово ну нужно отметить что даже если во время пандемии во время чрезвычайно режиме чрезвычайное положение когда уже только пошли послабления каждый житель казахстана в частности здесь в шимкенте уже начал не выезжая никуда изучать свои достопримечательные места уже путешествовать именно по нашему региону это тоже очень большая польза да и мне хоть какую-то пользу дала есть вы знаете это дало толчок развитию внутреннего туризма мы всегда говорили их еще раз хочу сказать что первую очередь туристы мы сами мы город должны изучать первую очередь для себя не для того чтобы мы не должны ориентироваться на иностранцев не должны ориентироваться на других мы должны изучать город первую очередь начинаете изучать посещать носить наши достопримечательности посещать изучать нашу историю культуру чтобы нанести это для других людей знаете внутри казахстана у нас все климатические зоны да как бы основные климатические зоны есть у нас есть море у нас есть прекрасные места магиставской области у нас есть прекрасные места вахмолинской области в алмате в алматинской области мы все казахстанцы и вот обращаюсь чтобы мы должны первую очередь узнать нашу страну узнать нашу путешествие внутри страны я вот призываю чтобы и мы соответственно как местный исполнительный орган мы готовы все приложить все усилия чтобы нашему искушенному казахстанскому туристу было комфортно у себя в стране отдыхать почему я подчеркиваю слово искушенно потому что избалованный можно сказать анталия и так далее но капризного да по вот там египтами и так далее ну я считаю что несмотря ни на что каждый наш казахстанец должен изучить первую свою страну а потом уже почти другие страны и рассказывать там о нашей стране спасибо вам большое мне напоминает что уже у нас к сожалению время нашего эфира подходит концу мы желаем вам самое главное здоровья и чтобы очень много туристов было не только в нашей стране и в частности шимкенте чтобы шимкент и туркестанская область всегда лидировали по количеству приезжих к нам гостей вам спасибо большое чтобы в завершении хотели сказать нашим телезрителям да я предоставлю возможность рассказать о нашей деятельности нашей работе хочу обратиться еще раз к нашим горожанам казахстанцам соблюдайте санитарные нормы но и в то же время находите возможность путешествовать находить себе новые эмоции рядом вокруг своего своей территории и приезжать приезжайте в наш солнечный вкусный гостеприимный город шимкент спасибо вам большое но я напоминаю уважаемые телезрители у нас в гостях был олжа шинтаев он же руководитель управления туризма города шимкент и говорили мы о том зачем приезжать шимкент какие достопримечательности посмотреть и что полезного можно узнать и еще раз от лица медиахолдинга отрар хочу посоветовать всем туристам которые сейчас уже планируют свои маршруты надеемся что пандемия откроет все границы но все равно при этом приезжайте к нам шимкент у нас всегда тепло и вкусно и покажу и пожалуйста берегите себя